Итак, второе по значимости событие, которое здесь нам предстоит. Дерек Брансон против Элиаса Теодора. Ну, это, конечно, кумейн-ивент, который мы заслужили. Дерек Брансон просто имеет высочайший бойцовский интеллект, да, в кавычках. Вот, ему сейчас 35 лет, и на данный момент он идет на серии из двух поражений подряд. Он проиграл Роналда Соуза досрочно, проиграл нынешнему временному чемпиону Израиле Оде Сани также досрочно в первом раунде. До этого был стрик из двух побед подряд, но, опять же, стоит учитывать, да, что побеждал он здесь, ну, таких соперников, достаточно старых, достаточно пробитых. Дэниела Келли и Леота Мачидо он сумел нокаутировать каждого из них в первом раунде. Собственно, это боец, у которого есть неплохая борьба, которую он уже очень давно не применяет, в основном бьется в стойке, причем, как правило, просто, просто тупо летит вперед. Ну, собственно, даже просто посмотрев, да, но вот эти четыре боя, про которые я сказал, здесь две победы в первом раунде, два поражения в первом раунде, то есть здесь у него такой стиль, очень, ну, такой опасный, как и для него самого, так и для его соперников. Что касается его оппонента, Элиас Теодору, здесь, конечно, свои особенности, это, ну, просто невероятно зрелищный боец, да, боец, под бои которого просто засыпать можно спокойно, очень и очень такой осторожный, вроде бы, как бы, обладает неплохой борьбой, но при этом предпочитает в стойке драться, вот, вот, как-то вот прыгает вокруг, наносит лоу-кики, ну, в общем, очень осторожный парень, очень не зрелищный, если быть честным, но сейчас у него три победы подряд, он выиграл Дэниела Келли, единогласным решением судей Тревора Смита, в крайнем бою встречался с Эриком Адерсом, выиграл его с плитом, но, опять же, что из себя представляет Адерс, мы их с каждым боем, как бы, ну, понимаем все лучше и лучше. Сейчас мы видим очень близкие коэффициенты, точнее сказать, на некоторых конторах, на большинстве, они совершенно равные, по 1,91, Дерек Брансон, Элиас Теодору, Андрюх, ну, давай, за кого здесь? На самом деле, здесь, как бы, все достаточно очевидно на бумаге, потому что Брансон, это боец, который уже очень продолжительное время конкурирует на совсем другом уровне, нежели Элиас Теодору. Теодору, он казался очень перспективным, когда он выиграл ТАФ, он действительно оказался парнем, который имеет отличную борьбу, прям просто бесконечное кардио, он наносил огромное количество ударов, но, видимо, за те, там, пару-тройку боев он все свои удары за карьеру израсходовал, и сейчас он их не наносит. Сейчас у него бой, это бегать куда-то там вокруг клетки, пытаться наносить легкие удары, легкие шлепки, там, лоу-кики и все такое, и за счет этого пытаться как-то выровнять бой в свою пользу, просто не дав своему сопернику ничего сделать. Однако, если Брансон не растерял свои кондиции полностью, потому что, ну, допустим, с тем же Адесани он вышел на сравшем штаны явно, он выглядел сам не свой, он был, ну, мягко говоря, растерянным, он сразу же начал бесшабашно вот это прыгать в ноги, один раз, второй раз, третий раз, и для Адесани уже не составляло никакого труда предугадать его действия и, соответственно, сконтрить своими ударами. Ну, если он сейчас все-таки еще хоть что-то из себя представляет, у него есть хотя бы вот та размахайка, о которой ты говорил, потому что она действительно очень опасна, он может клацнуть ей абсолютно любого, то у него отличный шанс забрать здесь победу. Я не думаю, что у Теодору есть такая мощь, которая нокаутировала бы Брансона даже с его челюстью, а вот наоборот, Брансон, если попадет, он может доставить очень серьезные проблемы. Но в любом случае, даже с учетом его не самого удачного стрига, сейчас, мне кажется, он здесь является фаворитом. Ага, ну, здесь, опять же, если рассматривать бой с точки зрения ставок, я бы здесь все-таки просто посмотрел этот бой, потому что, ну, как я и сказал, Брансон далеко такой не самый умный, да, боец, Теодору далеко не самый зрелищный, и, в принципе, во что этот бой вылится, ну, так достаточно трудно сказать. И, ну, учитывая вот этот стиль Элиса Теодору, да, учитывая, что он в основном предпочитает свои бои доводить до решения, причем, ну, такие, да, зачастую они бывают достаточно близки, ну, а в любом случае, он же все-таки здесь местный боец. Я думаю, что здесь стоит просто посмотреть, что вообще из этого боя получится. Вот. Ладно, перейдем к главному бою. Этот бой весьма-весьма интересный, на самом деле уже. Эллия Квинта против Дональда Ковбоя Сирони. Ну, что касается Дональда Сирони, он сейчас, ну, такую, некую вторую молодость словил, потому что на данный момент он идет на стрики из двух побед подряд, причем, что интересно, да, он побил двух молодых, ну, таких весьма перспективных парней относительно, да. Майка Перри, он поймал на армбар в конце первого раунда. В крайнем же бою он встречался с Александром Хернандесом, который, ну, объективно говоря, очень хорош по скиллам и очень опасен, но, тем не менее, Сирони выиграл его, нокаутировал во второй половине второго раунда. Ну, собственно, опять же, я думаю, смысла нет, да, рассказывать, объяснять, что из себя ковбой представляет. Я думаю, практически все, кто хоть немного за ее следят, этого бойца знают. Ал Яквинта, ему сейчас 32 года и, собственно, до боя с Хабибом Нурмагомедовым, да, у него был очень такой неплохой стрик из пяти побед подряд, причем, что интересно, четыре из них досрочные с Хабибом. Опять же, ну, понятно, да, это было просто сверх короткое уведомление и, ну, относительно неплохо, да, он провел бой. В крайнем бою, я напомню, он встречался с Кевином Ли и многие думали, что Кевин Ли все-таки сумеет здесь реваншировать, но не тут-то было, да, Яквинта показал, что все-таки он находится на очень неплохом уровне и из себя представляет очень неплохого бойца. Он выиграл Кевина Ли единогласным решением судей. В общем, ну, собственно, Андрюх, я уже говорил, да, что Яквинта мне нравится, я за него болею. Яквинта обладает весьма и весьма тяжелым ударом, и я буду здесь скорее болеть за то, чтобы Яквинта сумел донести этот свой тяжелый удар до челюсти ковбоя и нокаутировать его. Вот, ну, а тебя жду объективного мнения. На самом деле это, твое мнение, ну, не слишком далеко от истины, по большому счету. Нельзя недооценивать ковбоя в любом случае. Вот мы увидим его сейчас, триумфальное такое вот возвращение в легкий вес. Неизвестно, каким оно будет успешным, неуспешным, но в полусреднем весе он показывал весьма такие интересные, хорошие выступления. Несмотря на то, что он уже немножко подыносился, его челюсть совсем не та, что была раньше, он уже немножко подрастерял свои рефлексы, и, ну, это возраст все-таки, спортивный возраст у этого парня просто огромный. У него максимальное количество побед в UFC сейчас, и сложно как-то что-то сказать против него, потому что даже с учетом всего этого он выступает на высочайшем уровне, но это в любом случае достойно уважения. Опять же, тот же Майк Перри, там, ну, это был объективно не самый умный бой с его стороны. У него была хорошая возможность как-то развить свой успех в стойке, он ее не сделал. А, нет, подожди, он с Хернандесом дрался уже в 70 килограммах? Так, сейчас посмотрю. А то я проебался, походу, с его триумфальным возвращением, триумфально он вернулся уже с Хернандесом. Так, с Хернандесом у него в 70, да, был килограмм в бой, с Перри в 70. Ну, нет, давай по новой, короче, да. Ну, смотри, короче, Дональд Цирон неплохо так подрался с Александром Хернандесом, у него были определенные проблемы в начале этого боя, Хернандес хорошо попал, но как только Дональд приспособился ко всему ударному арсеналу Александра, который был не самым разнообразным на тот момент, он начал его перебивать. Он начал уходить от ударов и наносить свои, что в итоге привело его к победе техническим нокаутом. Что касается Элла и Квинты, его ударный арсенал очень разнообразен, он действует нестандартно. У него удары с разворота, у него удары по корпусу, в голову, как угодно. У него, блядь, никнейм яростный, он постоянно идет вперед и пытается зарубиться. Опять же, к вопросу о рубках. Дональд Цирон никогда не был против того, чтобы зарубиться в стойке, и этот бой потенциально может стать боем вечера, как и бой Каба с Бургасом. Я не знаю, это будет очень зрелищно, скорее всего. Я не думаю, что Дональд здесь будет бросаться в ноги, как-то истерично пытаться перевести Яквинту. Скорее всего, это будет такой хороший, интересный обмен в стойке. Здесь Яквинта все-таки посвежее. Хабибу он дал очень неплохой бой, учитывая, кто такой Хабиб, и учитывая, с какой подготовкой выходил Яквинта. Я не знаю, на самом деле, я бы тоже выделил бы его здесь небольшим фаворитом, и, скорее всего, в какой-то из разменов Дональд Цирон и сядет на задницу. Да, ну, в любом случае, ребят, Дональд Цирон из боя в бой показывает, что в любом случае списывать его со счетов ни в коем случае нельзя. Он остается опасным, он остается очень опытным бойцом. Нет, ну, это само собой, он, конечно, очень опасен. Такой просто ворох опыта, это ни в коем случае нельзя недооценивать. Да, 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 конечно, у которого в запасе, да, и ударная техника, да, и джиу-джитсу. Но все-таки поболеем за Яквинту. Ну, я полагаю, Андрюх, на сегодня у нас все, да? Да, в принципе, все. Единственное, хотелось бы ребятам напомнить, что если вы с выбором со своим уже определились, вы можете спокойненько проходить в описании или в комментарии. Там для вас две ссылочки с фрибетом, Винлайн и фонбет, соответственно. Регистрируйтесь, ставьте, получайте свой фрибет и радуйтесь жизни. Да, ребят, все как обычно, подписывайтесь на канал. Это, я в очередной раз напоминаю, это просто обзор. Если кого-то интересуют конкретные ставки, они есть в паблике, ссылка есть в описании. Субтитры сделал DimaTorzok